Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. И Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Опасный переход в стряске для железных коней и карточный жилой домик. Жилищно-коммунальный круговорот в хрониках быта. Инопланетяне среди нас. 2 июля уфологи всего мира отмечают День НЛО. Свидетелями посадки НЛО на горе Школьная были учителя, были жители Усть-Черыша. Учись, молодежь! Сегодня пенсионеры Барнаула состязались в нескольких видах ежегодной спартакиады. Те люди, которые приходят на спортивные площадки, они, как правило, в душе молоды. Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных правил в Алтайском Орленке, где отравились дети. Напомним, 18 июня в больнице на Валтайской из лагеря Орленок с недобоганием было госпитализировано 8 ребят в возрасте от 7 до 11 лет. Позже диагноз «острая кишечная инфекция» был подтвержден лабораторно. Спустя несколько дней детей выписали, лагерь открыли, а его работникам грозит административное наказание. Продолжаем выпуск и переходим к хроникам быта. Автор – мой коллега по совместительству гроза управляющих компаний Кирилл Политов. Итак, что нас ждет в коммунальном обзоре сегодня? По какой дороге Барнаула лучше на танке ехать? Экстрим от первомайцев и кирпич, который кого-то поджидает. Новый вид спорта придумали некоторые жители поселка Березовка, что находится в Первомайском районе. Называется «бег с барьерами не на жизнь, а на смерть». Буквально ежедневно и по несколько раз за день они пересекают трассу М-52 поперек, нарушая все возможные правила дорожного движения. На старт, внимание, фарш! Вот, оказывается, с кого надо экстремалом пример врать, а то все им адреналина маловато. Приезжаешь в Березовку и начинаешь туда-сюда через дорогу смерти бегать. Правила простые. Кто успел, тот остался жив, кто не успел, выбывает, причем навсегда. Говорят, аварии случаются здесь достаточно часто. Впрочем, еще бы! Скорости на этом участке зашкаливают. В нужный момент уклониться рулевому от перебежчика практически невозможно. Есть здесь и обходной маневр, абсолютно безопасный. Но это же надо идти аж лишние десятки метров. И все-таки выход есть. Дорожным службам стоит пешеходный переход здесь соорудить. Желательно надземный. А пока суровые местные жители в действии. Переезжаем в другую часть Барнаула и продолжаем дорожную тематику. Здесь мы посоветуем жителям поселка Власиха обратиться к организаторам легендарных гонок Париж-Дакар. Цель заявки, чтобы маршрут следующего ралли составили с заходом на их центральную улицу. А что, антураж очень даже подходит. Этот участок и дорогой-то назвать сложно. Скорее направление с неярко выраженным асфальтом. Подвески и амортизаторы не выдерживают таких нагрузок. Надрываются. Надрываются и голосовые связки водителей. В этой транспортной вакханалии оказались замешанные хозяева близ лежащих домов. Им приходится наставлять вот такие рога для искателей более гладкого пути. Нередко железным коням после такой встряски требуется реанимация. Дорожка просто ужас. Ездим здесь каждый день. Кочки, как после бомбежки. До 1 августа проведем аукцион. И это нам позволит дальше идти дальше. В смене матрицы это строение с номером 5 по проспекту Дзержинского чем-то напоминает карточный домик. Такое же неустойчивое и готовое в любую минуту рассыпаться. Сюжет традиционен. Здание еще правление Хрущева помнит. А вот что такое капитальный ремонт уже и подзабыло. Рассмотрим дом в нескольких проекциях. Снаружи он усыпан множественными трещинами. Это последствия легендарного землетрясения 2003 года. Местные зодчие, видимо давние поклонники такого рода настенных изображений, раз не торопятся заделывать пробойны. Идем дальше в подъезд. Тут от постоянной сырости штукатурка рассыпалась в труху. На ее смену заступила паутина. Далее поднимаемся под крышу дома. Вместо кровли здесь дуршлаг. Через него разве что на звезды приятно смотреть. И стены тоже рушатся. И в подъезде у нас тоже. И кирпичи, и все. Короче, мы скоро окажемся там внизу, в подвале. Говорят, что буквально с каждым днем здание расслаивается на детали. К примеру, вот этот кирпич, по словам горожан, дожидает своего обладателя. В район его падения они готовы пригласить на разговор директора коммунальной фирмы ГУК-2. Неужели и после этого не дойдет? Кирилл Политов, Николай Шилко, Андрей Печеркин. Наши новости. Если у вас есть коммунальная проблема, которую вы не можете решить, звоните по телефону редакции в Барнауле 659-129. И, возможно, после сюжета в наших новостях ее решение ускорится. А сейчас к другим темам. Татьяна, ты веришь в НЛО? Верю ли я? Кирилл, ты что-то видел и хочешь мне рассказать об этом? Нет, мне не доводилось. Но 2 июля во всем мире отмечают День уфолога. Это праздник тех, кто изучает явления и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Оказывается, у нас в крае даже есть ассоциация уфологов. Юлия Агадар прикоснулась к другой реальности. Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. И земляне разделились на два лагеря. Тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается. В пользу первых бесчисленные фотографии и видеозаписи со всего мира. Однако среди очевидцев НЛО и утверждающих, что их даже похищали для опытов, есть маргинальные параноидальные личности. Везде много. Даже когда мы учим студентов, то мы знаем, что есть среди них те, которые мягко, неадекватно. Но таковых не больше, чем в других структурах, считает Леонора Чуклина, председатель уфологической ассоциации Алтайского края. Организация получает множество писем от очевидцев тарелочек. И лишь единицы из авторов посланий, по мнению Леоноры Васильевны, сумасшедшие. Не стоит забывать о многочисленных рассказах пилотов, которых отбирают в профессию, помимо прочего, за превосходное зрение и психическую устойчивость. И даже они сообщают о своих наблюдениях. Обратились из Барнаульского аэропорта по поводу помех во время взлета и посадки НЛО над нашим аэропортом барнаульским. И мы начали собирать информацию и выезжать на места, где видят объект и где посадка. Первая посадка серьезная такая была в Усчерыше. Свидетелями посадки НЛО на горе Школьная были учителя, были жители Усчерыша. В том, что НЛО существует, нет никаких сомнений. Ведь сама формулировка очень хитрая. Неопознанный летающий объект. А вот теории о происхождении тарелочек расходятся. Одни называют их засекреченными военными разработками, другие уверены во внеземном происхождении. Говорят, что иные существа непосредственно вокруг нас. Это твиттеры, да? Над ним вот как кольцо темное. Вот мы с вами разговариваем сейчас, здесь такое количество твиттеров, что передать невозможно. Вот, если он захочет снять, вполне вероятно, что снимется. То ли оператор не захотел поймать плазмоидов окружающих нас, то ли они разлетелись, однако изображение за объективом осталось незапятнанным. Так почему же и при каких условиях удается увидеть неопознанные объекты в небе? На этот счет есть еще теория, утверждающая, что очевидцы наблюдают вовсе не внеземные объекты и не секретные разработки, а вполне обозримое будущее. Гений-вдохновитель советской космической программы, автор более 60 законченных проектов самолетов Роберто де Бортини, предложил идею шестимерного мира, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. История доказывает, что задолго до появления первых дирижаблей люди уже наблюдали их в небе, а в 30-е годы над Скантинавией видели ракетоподобные объекты. В середине 40-х годов началось нашествие тарелочек, а значит, изобретение этого средства транспорта не за горами. Так почему же не поверить? Ведь многое, о чем пишут фантасты, сбывается. Юлия Гадар, Андрей Печеркин. Наши новости. И из мира неопознанных летающих объектов возвращаемся в нашу реальность. Кадеты 10-й школы Рубцовска готовятся представить город на краевой профильной смене дружин юных пожарных. Вот уже много лет их курирует детско-юношеский центр и инспектор пожарной охраны Павел Воронин. Он не раз выводил своих подопечных в призеры и теперь снова готовит их к победе. Александр Роблако подробнее. Сгорая от нетерпения, кадеты 10-й школы изучают пожарную технику. Без практики никуда, а на краевой профильной смене и вовсе делать нечего. От предстоящих состязаний захватывает дух, так что впору надевать противогаз. Хотя сама экскурсия, как глоток свежего воздуха, в накалившейся до предела атмосфере подготовки и бесконечных тренировок. Голос за кадром инспектора территориального отдела надзорной деятельности Павла Воронина. Он опытный пожарный и нередко боролся с огнем. Где ж ему не справиться с группой школьников. На правах не только наставника, но и старшего товарища Павел Александрович проводит экскурсию по пожарной части. На нас смотрят диспетчер, на телефон которого поступают все звонки и сосредотачиваются там. Вместо мысля, куда они отходили. Этот урок школьники усвоят наверняка. Они отнюдь не погорячились, когда вступили в дружину юных пожарных. Ведь теперь точно знают, кем хотят стать в будущем. И с горящими глазами рассказывают об этом. Юные пожарные должны обладать смелостью, храбростью, должны быть активными, уверенными в себе. И прийти на помощь в любую минуту. Абсолютно каждому. День Павла Воронина расписан буквально по минутам. Сразу из пожарной части он спешит в свой четвертый территориальный отдел. Павел Александрович уже не ездит на пожары. Для него нашлась хотя и бумажная, но от этого не менее ответственная работа. Пропаганда, инспектирование. К примеру, сегодня ему надо подписать несколько важных бумаг. Время поджимает и сроки горят. Однако Павел Воронин находит пару минут рассказать о своем сотрудничестве с дюповским движением, которое для многих детей стало путевкой в жизнь. Да, это реальный шанс. И причем из опыта работы уже имеются сотрудники, бывшие воспитанники дружины юных пожарных, которые показывали результаты в то, в свое время, когда они были детьми. Секрет того, как Павлу удается находить общий язык с детьми, во многом кроется в его семейной жизни. Он сам отец. Дома у Павла целый пожарный отряд. Три сына Егор, Данилы и Дмитрии. Станут ли Воронины пожарной династии, пока сказать трудно. Но все предпосылки для этого есть, говорит жена Ирина. Дети у нас играют с пожарников. У нас это любимое занятие. 0-1 мы все время играем. Мы вызываем 0-1. У нас постоянно что-то на кухне якобы горит. У нас дети все время тушат. Спички детям не игрушки, а вот огнетушитель, пожалуйста. В семье Воронинах им не умеет пользоваться разве что младший сын Дмитрий. Но уже и он ни в чем не хочет отставать от своих старших братьев. Как оказалось, их папа может не только тушить огонь, но и разжигать его в сердцах людей. Поэтому сегодня за большим столом в Воронинах собрались не только жена и дети, но и дюповцы, которые за 7 лет стали буквально его второй семьей. Александр Облако, Евгений Казаев. Наши новости. Молодость – это время, когда закладывается фундамент личности, на котором можно выстроить достойную жизнь. День молодежи в минувшие выходные отметили в краевой столице. Семья начинается с радости. Парад невероятно разных, но красивых каждая по-своему участница карнавала невест это подтверждает. Многим из очаровательных участниц мероприятия в поддержку семейных ценностей еще предстоит узнать радость материнства и детства. Счастливы те дети, для которых проводятся конкурсы и праздники. Малыши, растущие в любящих семьях. Но и социальные сироты тем более не должны оставаться без поддержки. Для отказничков, которые находятся во второй детской инфекционной больнице, газета «Московский комсомолец» на Алтае, собирают вещи, памперсы, игрушки и раскраски. У нас состоялся традиционный шестой карнавал невест. И в рамках карнавала невест мы поддержали замечательную акцию «Чужих детей не бывает». Эту акцию проводит «Московский комсомолец» на Алтае. И очень здорово и замечательно, что люди отзываются и несут вещи. Сотрудники редакции поддерживают отказничков не только в празднике, но стараются раскрасить и будни малышей. Они отреставрировали детскую игровую площадку перед больницей. В планах помочь отремонтировать игровую комнату, кабинет дефектолога и боксы, в которых лежат малыши до года. А вещи мы собираем постоянно. Мы собираем вещи у нас в редакции. Гебблера 33. Можно предварительно позвонить. Мы договоримся. Мы собираем определенное количество и увозим. Это, в общем, даже как бы не акция. Это вот наша позиция. Позиция московского комсомольца на Алтае, что чужих детей не бывает. О новостях из мира спорта мы передаем эстафету эфира Юрию Борлису. Спасибо, эстафету принял. Спонсор рубрики «Барнаульская горэлектросеть». Добрый вечер. Алтайские фехтовальщики выступили в финале летней спартакиады учащихся России в Пензе. Лучшие результаты показали саблисты Виктория Деминова и Илья Нохрин. 16-е места. В командном первенстве юношей Нохрин Авчаров-Радченко имели хорошие шансы войти в четверку сильнейших. Но, ведя по ходу встречи пять уколов, уступили будущему победителю сборной Москвы со счетом 42-45. Не стареют душой, понимаешь, ветераны. Сегодня состоялась спартакиада пенсионеров Барнаула. В этом году добавился седьмой вид спорта – шашки. И вообще, районные сборные к третьей-то спартакиаде еще более серьезно снарядились. Экипировка, занятия. Были тренировки. Мы командой центрального района в первой средней школе. Один раз в неделю встречались. Они немножечко начали друг друга понимать. По правилам разрешается одному человеку участвовать не более чем в двух видах. Составы команд стали чуточку сильнее. Ведь дедушки и бабушки сосредоточились на своих профильных дисциплинах. В фаворитах – Октябрьский и Железнодорожный район. У нас создано в течение года 18 спортивных секций, 8 школ здоровья, университет пожилого человека. Там один из факультетов в университете пожилого человека – это факультет «Наше здоровье». По сумме видов на первом командном сборная Октябрьского района Барнаула. Но едва ли их соседи выйдут на улицы с флагами всю ночь праздновать чемпионство. А если где увидеть их – поздравьте, поздравьте с участием. Ведь из 180 тысяч пенсионеров Барнаула эти 110 человек – самые сочные и жизнерадостные. Возраст человека не определяется паспортными данными. Возраст определяется душой. И поэтому те люди, которые приходят на спортивные площадки, они, как правило, в душе молоды. И это дает им заряд бодрости. И еще о возрасте. Круглых 50 лет исполняется на днях Андрею Степурко. Сегодня он был гостем программы на радио «Комсомольская правда». 8 лет возглавлял сборную России по кикбоксингу. Первым устроил профессиональный бой на Кипре тогда еще начинающему Александру Поветкину. Авторству Андрея Степурко принадлежат проект «Школа мужества России» – «Сибирская лига стик», в которой по сей день занимается в крае около 500 парней. Когда закрыли карате, объявили его чуждым видом спорта для нашей советской социалистической системы, то, соответственно, мы ушли обратно к боксерам в подвал. Вот там, в общем-то, и родился кикбоксинг, когда мы работали руками, ногами, и, в общем-то, впитывали бокс или шлифовали это мастерство. Поэтому, когда мы уже вышли из подвалов от боксеров, мы уже были настоящими кикбоксерами. Цифры возможно победить богатством внутреннего мира. Почаще заглядывайте в спортзал, а не в паспорт. До свидания. Здравствуйте. Время новостей экономики. В советские времена многодетная считалась семья с пятью детьми. Сегодня такой статус получают пары с тремя ребятишками. Но их все равно меньше, чем в доперестроечные годы. И основные причины такой тенденции – экономические. Об этом подробнее далее, а сначала небольшой обзор наиболее значимых событий мира финансов. Страховые взносы в пенсионный фонд привязали к минимальному размеру оплаты труда и процентам. Госдума пошла таки навстречу ИПшникам, которые критиковали законопроект о двукратном повышении обязательных платежей. В итоге депутаты одобрили следующую схему. Предприниматели с годовым доходом менее 300 тысяч рублей обязаны перечислять взносы, исходя из одного мрота. То есть платить во все внебюджетные фонды порядка 19 тысяч 400 рублей в год. ИПшники с доходом, превышающим 300 тысяч рублей, должны пополнять фонды, исходя из одного мрота плюс 1% от суммы превышения порога. Кстати, наряду с общероссийским понижением тарифов страховых взносов наблюдается спад цен на краевом рынке недвижимости. Правда, пока подешевело лишь вторичное, то есть не новое жилье и менее чем на 1%. Совсем скоро алтайский рынок жилья ждут более глобальные изменения. Речь идет о новой системе оплаты капитального ремонта жилья. Для этого в крае создают мощного оператора, задача которого как раз обновлять многоэтажки. В новый некоммерческий фонд, учредителем которого станет администрация края, будут стекаться деньги более миллиарда рублей ежегодно. Со всех собственников жилья в домах, обслуживаемых управляющими компаниями. Однако платить обязаны будут и владельцы квартир многоэтажек, находящихся на содержании ТСЖ. Правда, в этом случае средства осядут на специальном счете. Платить придется ежемесячно по несколько сотен рублей, обещают исходить из расчета не более 6 рублей 60 копеек за квадратный метр жилья, чтобы в итоге скопить необходимую сумму на ремонт своего дома. Таким образом, основные заботы о состоянии жилфонда государство перекладывает на плечи населения. Если мы первые, так будем говорить, три года получали из федерации довольно-таки большие деньги, а сейчас идет уже на уменьшение. Значит, 175, 300, 125, в следующем году 125, а в 2015 году уже только 90 миллионов, 91 с небольшим. То есть, ну так будем говорить, постоянно государство все равно не сможет финансировать полностью капитальный ремонт. Не в силах государство сегодня самостоятельно защитить отдельные группы отечественных производителей. В частности, рынок пчеловодства уже просто захлебывается в фальсификате. На Алтай масштабы подделок меда не позволяют местным производителям и переработчикам отрасли не то что развиваться, а даже просто выживать. За последние два года в край скопилось выше 5000 тонн ценного лакомства, который пчеловоды не могут реализовать. И это лишь одна сторона медали. Торжество откровенного суррогата на рынке под маркой «Сделано» на Алтае подорвало доверие покупателей к качеству местного меда. Объемы потребления необходимого для повышения иммунитета продукта снизились до критической отметки – менее 50 граммов в год на одного человека. Мне трудно об этом говорить, тяжело об этом говорить, потому что, в принципе, это мои планы были на дальнейшую мою жизнь и моих детей. Я не знаю, как дальше сложится ситуация. Деньги большие вложены, а развитие-то как такового нет, оно приостановилось. Приходится выживать. Даже социальные задачи, такие как образование детей, государство пытается решить при большем участии родителей. Уже с сентября этого года затраты на уход и присмотр за детьми в дошкольных учреждениях полностью лягут на плечи родителей. Новый закон об образовании, который вступает в силу этой осенью, отменяет порог в 20% для размера платы за детский сад. Насколько вырастет ежемесячная плата, местные власти пока не сообщают, но заверяют, что дошкольное образование останется всем по карману. Мы должны говорить о доступности качественного образования во всех его сегментах. Для всех детей мы должны об этом тоже прямо и открыто говорить, не стесняться этого. Вне зависимости от социального статуса родителей и их материального благосостояния. Хочется верить, что обещания будут исполнены, а детские сады не превратятся в роскошь. К примеру, как для малообеспеченных жителей Горного Алтая. Там родителям воспитанников некоторых дошкольных учреждений уже сообщили, что с сентября ежемесячная плата вырастет в два раза и составит в среднем 4000 рублей. По оценкам специалистов, только для замещения поколений в каждой российской семье сегодня должно быть не меньше трех детей. И хорошим стимулом для повышения рождаемости может стать мудрая социальная политика страны, под которой эксперты понимают прежде всего доступное жилье, медицину и образование. До свидания.